здравствуйте дорогие друзья сегодняшняя наша тема поведенческие факторы во время еды про диеты много всего сказано а вот как себя вести отстранившийся диет каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался проблемой неконтролируемого голода когда после плотного приема пищи уже буквально через час снова хочется есть причин такого поведения организма множество последствия одни лишний вес а в дальнейшем ряд хронических заболеваний с этим связан на самом деле вы испытываете жажду может быть сигналы голода и жажды наш мозг обрабатывает идентичным образом поэтому различение этих чувств очень легко ошибиться ему если вы постоянно чувствуете голод попробуйте следить за количеством потребляемой жидкости если сложно держать в голове описываете или используйте специальные приложения для смартфона которых сейчас достаточно количество каждый раз когда чувствуете голод выпивайте до стакана воды если голод не пройдет в течение 20-30 минут ну тогда можно немножко поесть следующая причина вашем рационе не хватает клетчатки клетчатка удивительная вещь она способствует правильному творению и заставляет вас дольше чувствует сыпь клетчатка бывает двух видов растворимая нерастворимая больше всего ее содержит овощи фрукты бобовые цельнозерновые культуры мы с вами клетчатки также прили ссылка будет внизу если все эти продукты приступают в вашем рационе в достаточном количестве то с неконтролируемым чувством голода вы сталкиваться не должны следующий при вы едите слишком мало белка эта проблема особенно часто касается тех кто решил перейти на растительную диету и продукты растительного происхождения за исключением сои содержат и полноценные белки а значит их необходимо сочетать чтобы организм ни в чем не нуждался если большая часть потребляемой вами пищей углеводистая чувство голода наступает в разы быстрее постоянное нарушение баланса белков и углеводов может привести к набору лишнего веса и ряду хронических заболеваний почему же белок необходим белок это макроэлемент который является отъемлемой частью каждой клеточки нашего организма наряду с жирами и углеводами белок необходим для нормальной работы всех систем организма от опорно-двигательного до нервности и сосудистой системы белки а точнее аминокислоты которых белки состоят формируют строительные блоки из которых состоит весь организм они отвечают за прочность костей восстановление тканей как кожи так и внутренних органов и многие другие процессы дефицит белка перевод различными неприятными последствиями для организма при небольшой нехватке белка нарушается водно-солевой баланс что приводит к задержке жидкости в организме и образованию отек при более серьезном дефиците нарушается процесс регенерации тканей сильно ухудшается состояние волос и ногтей а кроме того сильно слабеет иммунитет так как до выработки моноглобулинов организму нужны именно белки а не жиры и не углеводы вернемся к строению белков и состоят из особых соединений как уже сказали аминокислоты которые в свою очередь бывают заменимы и бывают незаменимы незаменимых аминокислот 9 видов и они не могут вырабатываться в организме самостоятельно поэтому они должны поступать из не с пищей когда белок содержит 9 незаменитых аминокислот он считается полноценным если в нем не достает хоть одной и полноценным так вот и белки животного происхождения полноценны это значит что включая их в рацион должном количестве вы заметно облегчаете работу всем системам своего организма и обеспечиваете профилактику многих хронических заболеваний вот с растительными белками дело стоит сложнее во первых ни один растительный продукт кроме сои не содержит полноценных белков всегда не хватает одной или двух незаменимых аминокислот во вторых концентрация белка в животных и растительных продуктах она отличается например 100 грамм миндаля и 100 грамм куриной грудки содержат примерно одинаковое количество белка но продукты имеют разную пищевую ценность и съедать столько же орехов сколько курицы будет вредно для организма однако даже придерживаясь растительной диеты можно получить все незаменимые аминокислоты просто к вопросу придется подойти довольно тщательно большинстве случаев растительным белкам не хватает только одной незаменимой аминокислоты а различные группы растительных белков совместимы друг с другом это означает то их комбинации составляет полный аминокислотный профиль например идеальным сочетанием считается рис или киноа с бабами эти продукты не только станут отличным ужином но и обеспечат организм всеми необходимыми миндалями следующая причина вы мало спите как ни странно но сон напрямую влияет на чувство голода некоторые исследования появились связь между недостаточным сном и уровнем гормона сытости лептина если у вас хронический недосып организм будет отчаянно пытаться найти другие источники энергии причем самыми желанными источниками его станут быстрые углеводы сахар сладости прочие вредные продукты в кавычках которые дают быстрое но короткое чувство насыщения следующая причина вы едите слишком много сахара опасность сладких продуктов заключается в том что они вызывают резкий скачок глюкозов к качком следует резкий спад а это не только вызывает сильное чувство голода но и повышает инсулино резистентность организм а значит увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа сладкие продукты особенно это касается десертов других всяких блюд с добавлением сахара не утоляют чувство голода но при этом очень колоден старайтесь ограничить количество получаемого сахара и неконтролируемый голод будет появляться гораздо реже или совсем может исчезнуть и специалисты и сторонники здорового образа жизни давно объявили войну сахару от него призывают полностью отказываться возвращать в рацион ни при каких условиях делать его нулем конечно польза для организма в этом есть но иногда так хочется тортика или парочку точков шоколада и все жесткие ограничения могут привести к срывам расстройства пищевого поведения множество других неприятностей поэтому сахар иногда моей точки зрения есть можно делать это следует очень большой особой осторожность по статистике средний мы превышаем дневную норму сахара примерно в три раза не только обеспечивает 300 лишних килокалорий а значит увеличивает риск набрать вес и может вызвать неприятные последствия для здоровья его опасность сахара для здоровья и мы знаем что потребление большого количества сахара неизбежно ведет к набору веса ожирению однако это лишь одна опасность опасности которые он в себя таит как известно среди сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти населения опережает даже рак излишки сахара провоцируют истончение стенок кровеносных сосудов увеличивается риск образования тромбов и ожирение сердца еще одно очевидное последствие избытка сахара о которой мы стараемся не помнить это развитие сахарного диабета второго типа на самом деле это проблема очень распространенное средстве уже очень хорошие исследование калифорнийск это установили связь между избыточным потреблением сахара и развитием депрессии опровергает популярное мнение о том что сахар повышает настроение действительно сразу после того как вы съели шоколадку или кусок торта вы можете почувствовать себя счастливее за счет выброса гормона счастья серотонина однако буквально через час и уровень резко идет на спад и вы можете чувствовать себя еще более подавлено чем до употребления сахара самая большая опасность стоится в регулярном злоупотреблении сахара цепторы серотонина со временем становятся менее чувствительными и испытывают счастье для организма становятся уже практически невозможными как контролировать уровень потребляемого сахара можно и тогда можно начнем с того что совсем перестать есть сладкое очень сложно специалисты по питанию рекомендуют сделать простой трюк составьте список всех сладостей которые вы едите в повседневной жизни и ранжируйте их по пятибальной шкале по степени любви к этим продуктам можно так сказать наверняка большую часть из них вы едите просто так поэтому я продукты которые получили ниже четверки можно смело исключить что касается оставшихся фаворитов строго обозначьте для себя когда из сколько этих продуктов вы потребляете очень часто мы даже не подозреваем о том сколько сахара употребляем в день скрытого сахара больше всего в соусах и заправках заменяйте их на растительные масла сок цитрусовых вот например салат можно просто заправить соком лимона правда аккуратнее следите за количеством реакций включайте в рацион фрукты и сухофрукты изучайте состав консервов ананасы кукуруза помидоры лучше их совсем исключить в рацион большинство упакованных продуктов также каши мюсли батончики сушеные ягоды фрукты продукты зож гигантские лакомства они тоже содержат сахар не думайте внимательно изучайте состав на упаковке слово сахар может быть коварно заменено на незнакомую формулировку помните что верхняя допустимая граница потребления сахара в день 20 грамм в эти 20 грамм входит не только сладость но и овощи фрукты соусы вообще соусы надо бы готовить самостоятельно потому что соусы супермаркета зачастую обеспечивает вас дневной нормой сахара за одно употребление за один раз самый простой способ почитать весь сахар который вы едите это установить приложение для подсчета калорий например PetSecret MyFitnessPal или LoseIt даже если сами калории вы считать не будете приложение за вас покажет вам содержание сахара во всех потребляемых продуктов от томатов до сыра но я вам должен сказать что вы точно будете неприятно удивлены когда эти цифры вы увидите ведь содержание сахара в большинстве несладких продуктов вы даже и не догадываете в первое время строить свой рацион с учетом всех этих показателей может быть нелегко зато когда это войдет в привычку вы сразу заметите разницу умеренность в употреблении сахара моментально скажется на вашем весе состоянии кожи настроение и общем самочувствии можно использовать в ограниченном количестве сахарозаменители 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 такие как мед фруктоза кокосовый сахар сироп топинамбора финиковые кленовые сиропы но есть кстати сахарозаменители которые реально опасны для здоровья к ним относятся паспортам Е951 он слаще сахара в 200 раз чаще всего используется в напитках и лекарствах но кстати сказать компания Пепсико перестала добавлять данный компонент по просьбе потребителей своих продуктов следующее сукралоза Е955 исследование одно за другим подтверждает опасность сукралозы так выяснилось что подсластитель мог вызвать лейкозу мышей поэтому в июне 2014 года ФОС отнес сукралозу к категории использовать с осторожностью Ацесульфам калия Е950 в него входят соль и калия которая содержит хлористый метилен ученые выяснили то это вещество вызывает тошноту может способствовать развитию рака и аутизма нарушать работу печени почек портить зрение кроме того сам сакрозаменитель негативно влияет на метаболизм сахарин Е954 способствует повышению чувствительности организма к действию ультрафиолета появлению тахикардии вызывает тошноту расстройства желудка эксилит Е967 и сорбит Е420 они как и другие подсластители с окончанием ИТ относятся к сахарным спиртам последние плохо усваиваются организмом и могут вызывать аллергические реакции также эксилит имеет побочные эффекты связанные с желудочно-кишечным фактом-то вздутия живота метеоризм и спазм Ну и далее ни в коем случае при еде не следует смотреть телевизор читать книги тексты разгадывать кроссворды сидеть в гаджетах лазить в соцсетях делать отчеты на компьютере по работе дома мозг отвлекается на ваши игры и отчеты и не контролирует количество еды Ну и также мы помним оправили маленьких тарелок маленьких или средних одна четвертая количество еды имею ввиду а также в стимуляторах аппетита алкоголь острые приправы чили и так далее и тому подобное на сегодня все до свидания будьте будьте здоровы